Да, Олег Радзеев, пожалуйста. Вообще-то у меня всегда есть... Она-то слышит там, наверное, я думаю, сзади слушает. Нет, все хорошо. Вы знаете, у меня всегда есть такое неистребимое желание полемизировать с Валерием по дороге, но после выступлений Сергея Зенкина и Бориса Дубина я понял, что я хочу полемизировать с ними. Вот. Они даже винаются. Но, тем не менее, я начну вот с выступлений, так, чтобы связать как-то свою реплику с выступлениями Бориса и Сергея Зенкина. И я хочу вот к этому замечательному вопросу Бориса Дубина «Чего нет у Валерия по дороге?» И вы перечисляли, нет пародии, нет простого человека, я записал. Нет поэзии, нет советского. Я уверяю, все это есть. Все это есть. И главное, что Сергей Зенкин в своем выступлении это показал, что все это есть. И у меня возникает... И это, между прочим, своеобразная проблема. У Валерия по дороге всегда все есть. Он, потому что он делает онтологию. И даже если вам кажется, что чего-то нет, очень легко показать, что если нет, то когда-нибудь будет. Понимаете? Другое дело, что онтология раньше была в зоне философии. Онтология. Онтология, да. В зоне философии. И мне кажется, что вот интересно то, что Валерий по дороге совершенно, на мой взгляд, справедливо. Это работа Мимисис, мне кажется, указывает на кризис онтологии как философской проблематики, философской дисциплины некоторой. Умозрительная онтология невозможна. И через литературу как раз Валерий реанимирует онтологию и метафизику, но через литературу. И в этом смысле, конечно, нет никаких двух литератур. Литература образца и другая литература. И это не потенция множественности литератур. Конечно, есть только одна литература. Литературная онтология, имя которой Мимисис. Это, вот я здесь, кстати, согласен с Сергеем Зенкиным, это совершенно непонятное название. Я у Валерия самого как-то спрашивал, почему это зовётся Мимисисом всё. Вот есть там то, что Аристотель называл Мимисисом, есть целая традиция, идущая до Уэрбаха. И Валерий по дороге вводит свои отношения между литературой и тем, что он полагает реальностью или опытом. И вот эту сложную форму опыта, которую он называет произведением. И вот когда он вводит внутри произведенческий Мимисис, возникают проблемы для меня. Почему это Мимисис? Почему это отношение должно так называться? И сейчас я понял, просто Мимисис – это имя литературы. Имя литературы вообще. Вообще. И если это имя литературы или литературы как бытия, раз это онтология, то, вы знаете, здесь возникает тогда вот эта вот такая обманка насчёт того, что есть литература образца и другая литература. Но я бы эту обманку сравнил с онтикоантологическим различием Хайдеггера. Это смешно, конечно, через Хайдеггера объяснять такие, в общем, как бы, казалось бы, функциональные вещи для Валерия. Но тем не менее, ну вот смотрите, получается, что литература образца – это литература сущего, да, та, которую мы считаем как та литература, которую есть. А литература эксперимента – это та, которая как бы находится на границе. Литература обозначает саму литературность, саму литературность того опыта, который, собственно, и есть перевод в философию этой литературы, перевод в философскую проблематику. Вот здесь очень, мне кажется, характерна полемика Валерия и Сергея Зенкина по поводу Риккёра, потому что, действительно, действительно, если кого и считать ближе к Валерию по дороге, то я бы сказал, что это, как бы, такой бенеминовский текст, антириккёровский, абсолютно антириккёровский текст. Это бенеминовский текст о Лискове, рассказе. Ведь там, фактически, всё повествование сводится к некоторому способу передачи некоторой мудрости, мудрости, опыту, да, к поговорке, да. И фактически Валерий вот в своих этих элементах литературы, которые он пытается находить, он находит, конечно, не повествовательные элементы, а вот эти элементы опыта, которые связывают его как раз с тем, чему вы, Борис, отказывали, с обычным человеком. Потому что этот опыт мудрости, который проходит через литературу, которую Бенемин называл вот в работе «Рассказчики мудростью», да, он как раз связан с вот этим функционированием среди обычного человека. И это, конечно, вступает в определённое противоречие с аристократизмом, задаваемым самой этой достаточно сложной системой Валерия по дороге. Но я-то как раз вот считаю, понимаете, я считаю, что нету философии без полемики, без войны. И если ты высказываешь какие-то вещи, то ты должен желать врага, который их прочитает. Ну да, может быть, но философия это как-то наиболее очевидно, да. И мне кажется, что здесь важно, что какой тип философии производит Валерий по дороге, что это за тип философии. Уже было сказано, что это феноменологическая литература. Сам Валерий настаивает на том, что, да, это метафизика в определённом смысле. И что это вовсе не философия литературы. Не литература здесь предмет философии, а литература как условие философии. Это несколько другая проблема. Это к Сергею Зенкину я отсылаю. И вот мне кажется, что интересна критика того, что делает Валерий по дороге, с точки зрения как раз поиска того, как он сам вводит нелитературные формы в свою антологию литературы. А он их вводит постоянно, нелитературные формы. Возьмём первый том Мимесиса. Это потрясающе толстое сочинение. Там много текста про литературу. Но посмотрим, что предваряет раздел о Гоголе и что предваряет раздел о Достоевском. Глава «Натюрморт» раздел о Гоголе – это мёртвая природа. Это способ через изображение, через нелитературное изображение, ввести некоторую машину трансформации литературы. То, что потом будет называться «Внутрипроизведенческим Мимесис». Что предваряет работу о Достоевском? Статья, не статья, а часть о Мёртвом Христе Гальбейна. Опять же, вне литературное. Некоторое изображение, которое должно послужить трансформацией литературного опыта. И мне кажется, что вот здесь как раз есть зона, где антология не может состояться и внутри литературы, постоянно указывая на свои границы. И что вот эта грандиозная попытка реанимации философии и метафизики, философии как метафизики с помощью литературы, я не скажу терпит крах, я скажу ставиться под вопрос. Но я закончил, я закончил. И у Лены Петровской, Шарик, может, вы тоже что-то скажете? И у Лены Петровской еще была реплика. Да, да, да. Валерий, вы пропустили самый интересный финал. Да, не важно, не важно. Я потом вам скажу, да. А что ты, ну, как говоришь? Мне все равно не очень хорошо. Не очень хорошо слышно. Вы знаете, я скажу откровенно, у меня был другой образ сегодняшней встречи. Я предполагал, что тот томик, который Валерий подарил перед ее началом, будет выдан загодием. И мы будем иметь возможность его прочитать к сегодняшнему нашему собранию. Нет, это не упрек, это просто другое восприятие того, что сегодня должно было произойти. И я хотела как раз реагировать на этот текст, но мы получили другой текст, гораздо более сжатый, и поэтому более энигматичный, как я понимаю. В дополнение, естественно, к тем томам, которые были опубликованы ранее. Вот я вспоминаю тот период, много лет назад, в эпоху застоя, когда Валерий в Институте философии читал блистательные лекции. И одной из его лекций была интерпретация небольшой, но очень трудной работы Барта, которая называется «От произведения к тексту». Я помню, мы были крайне воодушевлены, но и в какой-то степени озадачены этим разбором, но взглядами я поняла, что сам Валерий в своей работе движется от текстов произведений. Только, конечно, это произведение понятое в несколько ином смысле этого слова, и Валерий объясняет, как и зачем он вводит понятие произведений. Конечно, можно говорить о разных составляющих этого произведения, но вот мне хотелось бы тоже сосредоточиться на том, что Олег назвал не литературной составляющей, а именно на аффект. Вот мне кажется, это очень интересная область исследований, хотя, может быть, для Валерия локальная. И вот в данном случае я бы даже позволила себе пофантазировать, в каком направлении современный критик, критик современной литературы мог бы воспринять этот импульс, который идёт от такого типа исследования, чтобы продлить его, анализируя уже более близкую нам литературу, которая другая. И вот об этом здесь тоже многократно говорилось. Конечно, Валерий выбирает. Конечно, здесь действует вкусовой и оценочный принцип, безусловно. Но вот я вот хотела бы всё-таки сосредоточиться в той области, которую Валерий называет, если я правильно понимаю, потому что у меня не было разъяснений, «Мимисис 4». Это область, где находится читатель, область чтения. Но перед тем, как об этом сказать, всё-таки я бы хотела заметить, что Валерий работает с определённым типом литературных текстов, о чём мы здесь говорили. Это определяется как реагирование на литературу образца. Я бы сказала, что он работает с целым набором литературных идиом. Ну, это слово употребляется разными исследователями. Эти тексты можно назвать литературными идиомами. Это то, что сам Валерий называет блоками литературного опыта. Но в каком-то смысле это архаическая литература. Это вот то же самое, что делает, ну, простите меня, такую аналогию, что делает Барт, когда он рассматривает фотографию, называя её моей фотографией и так далее, но уже когда он пишет своё сочинение, он прекрасно понимает, что этой фотографии нет. Эта фотография кончилась. И вот в каком-то смысле та литература, которой занимается Валерией, её тоже нет, она тоже кончилась. И в этом смысле она бесконечно архаична. Но это не беда, это не беда, потому что есть механизм и есть набор инструментов, которые позволяют работать с тем, что мы имеем сегодня. И вот мне кажется, что сегодня мы вступаем в область той литературы, которую Валерий не любит, к которой она относится крайне подозрительно, но которую я бы назвала не литературой в собственном смысле слова. Это уже не другая литература, а не литература в одно слово. И вот это очень интересный момент, мне кажется, который бросает нам всем вызов Тане в первую очередь, как руководители семинара. И Таня очень часто обращается к этим сюжетам. Вот как можно работать с этой литературой? И где место аффекта в этой литературе? Если Валерий, по сути дела, продолжая бартовский проект, ну я имею в виду, по крайней мере, будучи созвучным бартовскому проекту, разбирает то, что можно назвать, это, конечно, аксюмором, индивидуальным аффектом, в кавычках, или персональным аффектом, в кавычках, разных писателей, то в данном случае открывается поле для анализа некоторых структур, структур чувства, которые не принадлежат никому по отдельности. То есть по ним мы достраиваем не опыт конкретного писателя, а опыт множественного читателя. И вот для меня большой вопрос, как это можно делать? Можно ли это вообще делать? И можно ли разработать, попытаться разработать инструментарий, который нам позволил бы справиться с этой задачей? Вообще, что такое множественный читатель? Как мы можем говорить о читателе во множественном числе? Как можно читать литературу коллективным аффектом? Вот что такое коллективный аффект и что такое литература, в которой мы распознаем его присутствие? Есть ли сегодня литература образца? И не есть ли литература образца всегда уже клишированной литературы сегодня? Вот мне кажется, сегодня, вот Олег сказал, Валерий берет в качестве камертона живопись, но сегодня тоже визуальный опыт может стать такого рода камертоном. Конечно, другой опыт, это другой тип восприятия визуальных изображений и так далее, но тоже может послужить, наверное, камертоном для анализа современных сочинений. Теперь вот мне нравится очень мысль Бориса Дубина, связанная с тем, что в литературе этой мы видим отпечаток делания. Вот делание, чем хорошо делание, в том числе литературное, что у него есть отсроченный или продленный эффект, который продолжается, который мы можем фиксировать в нашем актуальном, реанимировать, фиксировать, актуализировать в нашем сегодняшнем опыте чтения. И это на самом деле ставит перед нами проблему этическую. Может быть, Валерий напрямую не занимается этими сюжетами, но фактически он подводит нас к осмыслению или к постановке этих вопросов тоже. Ну и вопрос, который мне хотелось бы задать Валерию из чтения вот этой маленькой загадочной бумаги, которую разослали перед сегодняшней встречей, там действительно есть набор понятий, и мне кажется, что эти понятия, которые должны быть инструментальны при рассмотрении произведения литературы, образуют достаточно разнородный ряд. Это метафора, символ, концепт и тавтология, если я правильно воспроизвожу. И вот я хотела бы как раз уточнить, мы с Валерием говорили об этом еще раньше, вот что для него концепт, вот что он вкладывает в это понятие, как он с этим работает. И вот как выстраивается этот ряд, потому что, ну простите меня, я не имела в вашем сочинении заранее, не совсем понятен подбор именно этих термом. Спасибо. 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 И это очень важный момент, потому что если мы это упускаем, мы упускаем очень много важных вещей, потому что что делает комический, гротескный артист хороший? Он что делает что-то похожее? Да наоборот, он делает абсолютно не похожее на то, что мы встречаем чаще всего в реальности. Но именно это производит впечатление. Поэтому здесь очень сложное соотношение вот этого артистического действия и того самого подобия, которое то ли есть, то ли нет, оно в значительной степени иллюзорное, это подобие. И в этом-то весь фокус искусства и литературы, что подобие иллюзорное. И отсюда, кстати, проблема музыки в мимитической эстетике в значительной степени, потому что музыка ничего не подобна. Ну, естественно, да, да. Но она вполне артистична. Тут вопроса нет. По крайней мере хорошая музыка. И вот этот момент очень важен. Если его забывать, то, в общем, мы теряем существенную составляющую. Теперь, возвращаясь к этим самым трём стамп спартанцам, важно не только посмотреть, где сечёт этот вот страшный меч, который определяет, что останется, а что исчезнет, между какими-то явлениями, то есть между личностями, между какими-то разрядами, типами, скажем, литературы. А дело в том, что этот меч сечёт прямо по личности. И вот это самое тяжёлое, на самом деле. Ну, все знают здесь дедушку Крылова. Кто знает, что писал молодой Крылов? Практически никто, кроме прошедших хорошую филологическую подготовку, не знает, что молодой Крылов писал ироническую философскую прозу в духе позднего просвещения. Но та самая гинферская система, которая определяла, что останется, она очень жёстко это отсекла. И Крылов должен был сначала замолчать, а потом превратиться, вот, кстати, в обладающего опытом доброго такого мудрого дедушку. И выживать вот в этом тоже артистическом, очень артистическом, между прочим, состоянии, но совершенно другом. И таких примеров, на самом деле, не так мало. Тут же Гоголь. Гоголь, да. Ну, там был опрос и цензура в один момент, когда ему запретили писать на некоторые темы, да. Ну, кстати, Гоголь, да. Вот Гоголь – это хороший пример, потому что Гоголь был невероятно артистичным рассказчиком. Вот он, собственно, в этой роли вошёл в литературное общество Петербурга. Как такой рассказчик... Гоголь, да. Малороссийские анекдоты человек травит, понимаете. И все были в восторге от этого. И только потом, очень тяжёлыми такими метаморфозами он переходил в другое состояние. Стихотворение в прозе Тургенева. Кто читал? Ну, кроме того, что великий и могучий, хотя тоже не все знают, что это оттуда. Это совершенно потрясающий, на мой взгляд, литературный памятник. Но он никак не вяжется с классикой русской литературы, с тем местом, которое отвели Тургеневу, ни с чем. Поэтому, хотя вы найдёте в достаточно полных собраниях сочинения Тургенева эти самые... Кстати, они не стихотворения, в прозе вообще называется, а старческое. И это тоже, так сказать, характерная такая вещь. Потому что вот эти отклонения в русской литературной традиции, они либо происходят очень рано, либо очень поздно. А посередине отклонений быть не должно. И то же самое происходит в общении русской литературы с внешним миром. Вот относительно артиста и Мимисеса хороший пример, скажем, такого австрийского писателя-драматурга Томаса Бернхарда, который в том числе создавал чрезвычайно интересные пьесы, построенные как такие протоколы реальной речи. То есть там персонажи говорят очень плохо. Они говорят ровно так, как говорят люди в реальной жизни. С большим количеством повторов, сбоев, вообще иногда не очень понятно, что человек хочет сказать, но это продолжается очень долго. Это не абсурд, а вот просто как протокол речи, когда взволнованный человек что-то такое несёт, и сам не знает, что он несёт. Потрясающая вещь, когда это переводится профессиональным литературным переводчиком на русский язык, вот эта протокольность вся снимается. Потому что в русской литературной традиции такого быть не должно. Поэтому русский Томас Бернхард – это русский Томас Бернхард. Он с австро-немецким Томасом Бернхардом имеет крайне мало общего. И немитический принцип здесь совершенно оказывается иным. Всё, спасибо. Спасибо большое. Александр Иванович, а почему хотелось, чтобы коллега Евгений Макенкович как бы выступил? Потом я хотел ещё предложить нашим коллегам из МГУ, поскольку факультета, что-то сказать. Они нас пригласили, по-моему, и также. Может быть, Алексей Павлович, если хочет поздравить. И вот, может быть, кто-то из коллег, кто-то из коллег, кто-то из коллег пришёл к нам. Пожалуйста, вы готовите, и вы свои желания, пожалуйста, выскажите. Я, по ходу, вспомнил при обсуждении, вспомнил одно высказывание ныне живущего поэта, может быть, малоизвестного, но который, оправдывая пьянство, высказался так, что нам кажется, что мы испытываем спиртной напиток на крепость. На самом деле он испытывает нас, и наша возможность ему соответствовать. И мне представляется, что мимесис, Валерия по дороге, это то, что испытывает на прочность нашу миметическую способность, наш собственный миметический репертуар. И в этой связи я хотел бы обратить внимание, или, может быть, вернуться к тому, что Елена Петровская сейчас озвучила, вернуться к наблюдателю и читателю. Но взять его не из этого интеллектуального круга, а читателя, например, преподавателя философского факультета, или студента, или того, кто вообще как-то интересуется философией, или просто читателя литературы. И здесь, вот в этом преломлении, можно увидеть несколько реакций на текст Валерия по дороге. Вот чаще всего мы слышим, например, то, что это какой-то герметичный мыслитель. Отдавая ему должное, но не впадая в характеристику, скажем, или в оценку его философии, просто текст отставляется в сторону. И вот не случайно, скажем, если Валерий Александрович преподаватель философского факультета РГБУ, а здесь, по-моему, у нас трое, да, с философского факультета всего лишь, включая вот магистрам. И это тоже своеобразный феномен. Кроме того, есть и другое отношение. Это попытка увидеть вот Валерию по дороге внутри собственной схемы. Это, как правило, ну вот, скажем, я отчасти это вижу, вот, выступление Бориса Дубина. Нет, здесь нет никакого, я не стремлюсь усмотреть какой-то порог в этом. Но на самом деле и у Елены тоже, Петровской, это имеет место. И по дороге, простите, я так скажу, выламывается всегда из этих попыток. Он всегда выламывает эти рамки, и его текст, и его, собственно, наследие никогда невозможно каким-то образом придать ему тот порядок, который хотел бы в своей системе найти тот или иной интеллектуал. И в этом отношении, конечно же, это, несомненно, очень сложный текст. Это, несомненно, автор, призывающий к чему-то. И я в этой связи несколько аналогий хотел бы привести. Вот, в частности, есть такая известная статья. Рорти – это упадок искупительной истины и подъем литературной культуры. Где Рорти говорит о том, что, собственно, есть два способа прочтения литературы. Я сейчас не буду давать им характеристику. Валерий Александрович разделяет также литературу на две литературы, с чем часто там не согласны, на такую идеологическую литературу, имперскую, да, и другую. А вот здесь есть аналогия из поэзии. Вот Иосиф Бродский также, прослеживая эволюцию к себе самому, разделял на гладкую поэзию, идущую от Пушкина, ну, естественно, и на поэзию, ну, такую вот, идущую от Евгения Боротынского, Кантемира, которая наполнена анжибиманами. То есть поэзия, форма которой как раз раскрывает то, что не поддаётся реалистической констатации. Вот это очень важная, как мне представляется, аналогия, говорящая о том, что, с одной стороны, Валерий по дороге – это такой вот одинокий, в российском таком пейзаже интеллектуальном, одинокий мыслитель, который заставляет каким-то образом отнестись к нему и всегда делает эту ситуацию необыкновенно сложной. С другой стороны, это всё-таки некоторая интуиция или некоторая внутренняя какая-то тенденция современной литературы и философии, которая, конечно же, имеет место. И наблюдатель или читатель всегда попадает либо в какую-то ситуацию, либо он проходит мимо, отодвигая этот текст, и среди наших коллег достаточно много людей, поступающих именно так, признавая Валерия Александровича, но отодвигая текст в сторону. И есть какой-то набор, какое-то небольшое сообщество, которое, скорее всего, попадает в этот логос эквивокации. То есть во что-то такое, что тревожит его, снабжает нарушениями, ну я здесь взял лумановский термин, снабжает нарушениями, но в то же время позволяет оставаться вот в какой-то специфической устойчивости, думая и иначе. И здесь можно сказать, что вот к этому специфическому состоянию, интеллектуальному состоянию читателя нельзя прийти путем простого наращения, простой эволюции чтения. Вот здесь есть некое столкновение. И здесь опять я, может быть, не столько возражу Борису Дудмину, сколько скажу то, что скорее, если вот интеллектуал или исследователь занимается теорией литературы и социологией, то скорее всего вот это долгое, рекурсивное занятие не позволяет ощутить столкновение. Вот саму встречу. И всегда существует тенденция закатать то, что Валерий Александрович подает, закатать какое-то в какое-то собственное схематическое пространство, в котором, конечно же, есть место чему-то. Поэтому после встречи либо читатель остается в таком имперском, как Валерий Александрович называет, дискурсе, я бы назвал его это вечное утверждение когда-то понятого. Это один путь, и другой путь, я бы назвал так, можно и иначе. Ну, это путь своеобразного такого намадического опыта, опыта движения по неизвестной дороге. Дорога всегда неизвестна, неизвестно к чему придешь. И в этом отношении это путь всегда рискованный, путь, который инициирует постоянно чувствовать себя в некой неудобной интеллектуальной позе. Но в то же время, ну, как, по-моему, есть, трудно человеку стоять на цыпочках, но он все-таки стоит в неудобной для себя позе. И вот в этом отношении, конечно, это специфическая такая стойка интеллектуала, который может выдерживать вот такое состояние. Ну, и кроме того, как мне кажется, вот, меметические реакции, которые так или иначе пролиферируются, когда вот читаешь тексты, они расширяют способность человека принимать нарушения. Ну, то есть переживать литературу всегда заново. ну, и последнее, вот, последнее что-то вроде тезиса, мне представляется то, что, собственно, вот этот опыт чтения, он не столько передает, то есть, ровно как от него ничего не отнимается, но он всегда оказывает такой эффект легкого потрясения. И в этом отношении и литература, по поводу которой пишет, и рефлексию, которую выражает Валерий Александрович, и его собственный текст, это как раз и есть то, что можно поместить то, что вот Олег сказал, в пространство мемесиса. Текст самого по дороге, он тоже ложится, он тоже читается так. Кстати, попробовать прочитать можно приложение. Вот подряд можно читать приложение, и улавливаешь вот это движение. Ну и последнее, Валерий Александрович как-то сказал о политическом, но никто на это как-то не обратил внимания. Ну, может быть, и на самом деле здесь имеет место то, что текст имеет какое-то политическое самовыражение, что читатель, который прошел вот эту прививку или инфицирован этим текстом Валерия по дороге, он всегда будет неудобен власти. Он никогда не ложится в форматы. И, соответственно, может быть, даже субъект, который поддался этому соблазну, он неудобен всем. И в некотором смысле политическое выражается в том, что этот текст так или иначе инициирует не имперского субъекта. Спасибо. Спасибо. Валерия Павлович, большое альбомное вопрос. Я хотела спросить, коллега напомнил нам о Рурксе, и я хотела спросить Валерия Александрович и других прекрасных коллег, в Курте они когда Руркс приезжал в Москву и выступал в истории философии. Вы были на этом? Да. Меня тогда просто поразил вопрос одного философа нашего, который стал вдруг жалован. Он говорил, что в России не было философии и не было именно потому, что в России была великая литература. Это известный тезис Чернышевского о том, почему в России не было политологии, социологии, в том числе философии, потому что все заела литература. И меня совершенно потрясла реакция Рурти, который сказал, не представляете, как вам повезло. И вот не является ли ваш проект, Олег Александрович, продолжением этой реакции Рурти? И опять же, как вы относитесь к его собственной книге о литературе, замечательной книге, где, несмотря на свою веру в литературу, он все-таки приходит к тому, что она не является искупителем истины? Рурти? Вы про Рурти сейчас? Да. Я могу ответить только так, что если традиция западной культуры происходила такое наслаивание и в конечном итоге философия и вообще свободное мышление в конце концов приняло знак высший и рефлексия по поводу событий, развития страны, она автоматизировалась в разной степени действия общественного мнения, в разных ее формах, кончая интеллектуализмом. То Рурти просто иронически неправильно выразил свою мысль, чтобы опять поддержать эту несчастную Россию. Потому что идет речь не об этом, а о том, что у них там что-то приелось, у них что-то... Но Рурти никогда не отдаст этот слой думающих, наиболее свободных интеллектуалов, которые формируют ну, во всяком случае, часть культурной жизни, бесспорно. А в России традиции выделения этого слоя, охранения этого слоя, даже не связаны определенной философией, какой-то. Это просто круг мыслящих людей, независимых от государства, которые через философию, как жанр институт поддерживаются, как через филологию, литературу, ведение и так далее. Вот этот слой, он не поддерживается и все время уничтожается. О чем здесь можно говорить? А литература выступает, как компенсаторный миф, который выравнивает все и делает, ну, как вот, сейчас это республика Крым. Сейчас она станет этой всемирной литературой, Крым. Все будут довольны, все, кто находится в этой парадигмальной опыте, все бесконечно счастливы. Вот то же самое приблизительно. Мне кажется, я не согласна, что его ровно сглазалась. Я с ним в Америке немножко. Спасибо. Мне кажется, ужасно хочется, если можно, я встряду буквально на одно слово, потому что то, о чем говорила Лена, и тут возникло слово читатель, и оно очень, мне кажется, важно здесь. Видимо, речь идет не о литературе, все-таки, как о предмете, а о отношении к ней, и тут я бы хотела чуть-чуть не согласиться с Сергеем Николаевичем, который выступал от имени филологии, и из его слов получалось, что филология это такая точная, доказательная наука, которая, в отличие от философии и критики, вооружена методом и может все верифицировать и давать точное определение. И вот мне кажется, что в этом одна из ужасных ловушек для филологии, потому что при этом, при всем том, она пытается забыть про необходимый глубоко субъективный опыт чтения, который в литературе принципиальный. И вот этот проект антропологии литературы, с которым выступает Валерий Александрович, по моему ощущению, это как раз вид гуманитарного знания, который вырастает на основе рефлексии акта чтения, события чтения, события литературной рецепции, и в этом вся соль. Вот там я процитирую из этой его маленькой книжки, я исследую, пишет он, только то, что воспринимаю в опыте чтения. Сначала как читатель, а потом как исследователь. Сначала как читается, а потом почему именно так. И там очень здорово потом показано, вот, что я делаю. Я разбираю переживания на отдельные чувственные элементы деталей. Я тестирую эти элементы деталей на предмет силы их воздействия. Я развертываю медленно то, что в мгновение чтения действует разом, единой волной смешанных чувств и реакций на отдельные фазы и этапы. И таким образом выделяется нечто, что понимается как фигура чтения или фигура опыта, которая по-настоящему есть одна и та же искомая фигура. Но мне еще хочется сказать что вот эта фигура или эта антропограмма она с одной стороны задается автором, а с другой стороны она, наверное, не существует в нее опознание читателя. И в данном случае может быть даже не так важно качество чтения той или иной какой-то группы или страты читателей, потому что речь идет о литературном чтении вообще, в котором те три вида мимесиса, которые выделяются в книжке во всех имеющихся томах, они как бы едины, потому что с одной стороны, когда я читаю, я подражаю миру, который создан писателем, я в каком-то смысле паразитирую на нем, живу за счет него, а с другой стороны, когда я читаю многие разные книги, так называемый принцип экстенсивного чтения, я так или иначе подражаю сам себе, я воспроизвожу собственное восприятие в разных вариантах, отчасти чуть-чуть его расширяю, и, наконец, воспроизводя таким образом себя, я не только произвожу что-то тавтологическое, но и открываюсь какому-то самоизменению, то есть через вот эту расширенную версию себя, понимая нечто о реальности и проблематизируя реальность, ради чего литературное чтение существует. Мне кажется, что как раз вот в этом подходе очень большой и очень важный ресурс развития науки о литературе, как она существует сейчас. Есть еще, наверное, маленькое время, и мы бы очень хотели, чтобы выступили коллеги с философского факультета. Пожалуйста, Алексей Козыревич, да. Дорогой Александр, уважаемые коллеги, у нас сегодня напряженный день защиты дипломов в истории философии, поэтому я извиняюсь, что не смог быть с самого начала, хотя я был стревоженный ваш читатель, стревожный именно необычностью формы вашего писания, которое, как мне кажется, входит в контекст истории русской философии безусловно, потому что, на мой взгляд, материал, которым вы пользуетесь, это прежде всего русский материал, хотя, когда я встречаю в ваших текстах понятие бахтина, понятие формальной школы, распространения, жанр, ритм, у меня возникает ощущение, что это как приемы классического симфонизма, которые использованы венской школой, вот, то есть, в каком-то смысле это берется, но это звучит совершенно в других регистрах, и это создает абсолютно иное энергетическое фоле текста, чем то, что мы имеем даже в работах 20-х годов, например, в работах замечательных русских филологов, философов, таких как Чижевский, Цили, вот, их материалы в сборниках о Достоевском опубликованной в Праге, ведь для вас все-таки Достоевский и Гоголь, это два главных писателя, Платонов, еще главная фигура, которую вы организируете в Мимисисе. Ну, вот, на самом деле, я, как историк русской философии, читая ваши тексты, лишний раз убеждаюсь в том, что проблема другого это проблема русской философии не в меньшей степени, чем проблема философии Запада в 20-м веке, проблема я и другой, проблема двойника, проблема человека в зеркале, которую ставил Бахтин в своих текстах. Вот, мне запомнилась такая мысль, которую вы высказывали, что там, где возникает двойник, перестает быть возможным диалог. У Вячеслава Иванова есть такие строчки поэрии человек, когда соперники увидят с двух берегов в одной реки, что так друг друга ненавидят, как ненавидят двойники. Между двойниками возможна нервность. Диалог возможен между ближними, между ближним и дальним, между друзьями, между соседями, между людьми, которые вступают друг с другом в каком-то аспекте личностного отношения. Проблема двойничества это проблема какого-то метафизического зазора, метафизической инаковости, какой-то трагедии распада. И вы, обращаясь к этой теме, делаете это совершенно по-иному, чем, например, делает Чижевский, который пытается решить это в аспекте этическом. То есть это иная этика, это критика формализма в этике. Но, тем не менее, это все-таки некая живая этика, которую Чижевский выстраивает, некое отношение я и другой. И двойничество как потеря своего места в мире. Вы это делаете что-то совершенно по-другому. Мне кажется, здесь для вас важнее может быть даже интересный аспект границы человеческого тела. У Алексея Федоровича Лосева была идея о логическом становлении. Но интересно, что там идея испытывает о логическом становлении. В ваших текстах ощущение, что это логическое становление испытывает плотство. И мы постоянно находимся в аспекте вот этой телесной трансгрессии, где другой выступает в аспекте границы тела, в аспекте слуха, в аспекте голоса, в аспекте пересечения этих голосов. И это очень интересно. Когда я читаю у вас, допустим, определение плоти, где вы говорите, что плоть это вот такое аллогическое тело, тело, стремящееся к какой-то своей трансгрессии, вот, опять-таки вспоминаю какие-то бугаковские мысли из его Света Невечернего, вот, но опять у вас все это как-то по-другому происходит. Я на самом деле, скажу честно, я не постиг до конца, может быть, потому что не так глубоко постигал вот этот внутренний механизм вашего стиля, вот, и ваши работы такой в значительной степени деконструирующей, но все-таки ведущей к какому-то позитивному объяснению, позитивной интерпретации русской литературы. Вот, мне кажется, что действительно вот эта проблема министиса, проблема подражания, это действительно ключевая тема, которую вы нашли, затронули в русской философии, в русской литературе, потому что опять-таки я не виду грань между русской философией и русской литературой, это Вячеслав Иванов фруктоп философ или филолог или литератор или мифолог мифотворец Достоевский вот опять-таки Бердяев и Булгаков говорят о том, что миф становится инструментом русской философии во многом вот миф это бытие чувственное идеальное это бытие связанное с тем это бытие глубоко касающееся тело и телесности человека вот ваши совершенно потрясающие картографии которые вы делаете у Достоевского причем как картография Петербурга Достоевского где есть не только плоскость но есть и глубина есть не только карта Петербурга но есть верх и низ в судьбе самих героев и картография во взаимоотношении этих героев это в общем совершенно раздвигает на мой взгляд какие-то понятия о топологии о пространстве о пространственном целом героя о котором говорил Бахтин в своем авторе героев эстетической деятельности вот то есть в принципе ваш опыт мне кажется ну таким вот опытом отчасти разлагающим отчасти собирающим то есть вы пытаетесь произвести некую ревизию некую реконструкцию русского интеллектуального поля на основе вот каких-то категорий подчеркнутых категорий связанных с телесностью ландшафтом пространством топологией границами между я и другим и на мой взгляд достигаете очень интересных результатов вот это совсем иная эстетика чем скажем эстетика Лосева или русская классическая эстетика но открывающая сегодня очень такой хороший способ для новопрочтения русской литературы может быть я знаю что ваши аспиранты там следуя вашей методике пытались обериутов прочитать вы сами писали о литературе обериутов вот и я не исключаю что и современная русская литература тоже может быть прочитана вот как бы исходя из той методологии антропологической методологии да вот попытки прежде всего построить литературоведение построить философию литературы на самых разных модусах решения вот этой проблемы я и другой ну действительно центральной проблемы для философии 20 века вот если эта проблема была поставлена Бахтиным еще в 24 году когда он писал автор-герой в эстетической деятельности то это о чем-то говорит нам что на самом деле эта проблема не из воздуха соткалась то есть она как бы была очень логична в духе своего времени вот ну и вот я не готовился сегодня к большому выступлению но мне кажется что ваше творчество оно опять-таки повторюсь это подлинно русская философия сегодня да вот именно не в каких-то рессентиментах и переживаниях ну скажем так уже состоявшихся тренд русской идеи или религиозного ренессанса а в попытке действительно увидеть человека его место в мире его место в литературе его место в творчестве исходя из ситуации современности то есть совершить некую пересборку русской литературы исходя вот из этого современного контекста спасибо спасибо еще есть кто-то кто хотел бы сказать или спросить или возразить или мы просим Валерия Александровича ответить вопрос во-первых я благодарен бесспорно это как-то я лучше почувствовал никуда я попал конечно и что со мной делают и так далее но я почувствовал как-то я лучше как-то стал понимать что-то еще прибавилось потому что даже хотя и существует какая-то случайность и непроизвольность сегодняшней дискуссии но это и должно быть потому что конечно зря такие толстые книжки не надо писать конечно это моя была ошибка она была как-то по-другому но вот я постараюсь как-то вот с этим как-то разобраться и ответы дать небольшие на те вопросы которые возникали но первое общее такое мое общее замечание конечно ну трудно работать с таким материалом который как будто так выбивается из какой-то нормы как ни странно наша культура которая существует через какие-то трансгрессии казалось бы к этому привыкли но вся вызывает конечно вплоть до руки опускаются и жить не хочется и так далее я чувствую что может быть я совершил множество таких исследовательских ошибок но к сожалению я уже их совершил поэтому мне приходится идти этим путем то что касается вот выступления Бориса Дубина очень много очень верных замечаний я очень солидарен с одной идеей этого являемости и сделанности да конечно вот и какие-то вещи отмечены ну вот тут я со стороны поэзии и со стороны прозы поэзии прозы со стороны выделения различий конечно трудно так вот в том отведенном времени мне как-то сформулировать что-то и вас в чем-то убедить для меня то что есть логическая взаимосвязь может быть присутствующим не кажется это взаимосвязь для меня разделение на две литературы это не факт того что так и есть а это способ способ перехода к анализу вы понимаете это вот та работа вот Сергей Николаевич говорит что философии много позволено в плохой философии в плохой литературе везде все много позволено хорошая попытка хорошей философии мало что позволено поэтому чтобы мне перейти к тому чтобы выстроить метафизику какую-то или искать ее да я должен был сделать ряд каких-то вещей и первая вещь можем ли мы вообще относиться к собственному литературному опыту с точки зрения антропологии как таковой нельзя ли это вообще расценить как кощунство как неуважение каким-то традициям как то что переходит какие-то вообще допустимые пределы даже нормы даже может быть нравственной какой-то позиции как это ты потому что любой человек знакомый с антропологическими исследованиями в своем массиве которые ведутся с конца 19 века видит насколько там наблюдатель безразличен к опыту который он изучает он не спасатель он даже не колониальный человек не миссионер хотя там встречался и другое но он все-таки изучает и изучает он изучает можно ли изучать литературу независимо от того как она на нас воздействует ну разве это не проблема ну почему это не может быть проблемой почему прошло время умирают читатели уминают авторы исчезает целый пространство литературных процессов почему мы не должны посмотреть и узнать а что осталось собственно а что действует еще а почему там Достоевский действует что он действует через моральную проповедь да он не действует его используют как моралисты его моральной проповедью торгуют кому не лень а реально читателя его никто не читает а кто читает уже читает совсем не так почему это такая правда это же сам настоящая правда нашей жизни почему мы на нее не должны реагировать на эту правду жизни что изменяется мир что мы находимся во времени что идут постоянно идут разрушения каких-то устойчивых навыков представлений и так далее и что за норму традиции преемственность нужно бороться но бороться именно так чтобы знать что это такое верно вот здесь бы я таким образом ответил поэтому поэтому вот частности какого-то рода которые вполне нормальные замечания потому что я в принципе ориентируясь вот только на это на то что можем ли мы выйти на такое исследование да где например я вам показываю просто на вот другим другой оптикой просто показываю что многие тексты раннего Достоевского перед ссылочной даже находится выстраиваются на чистом насилии понимаете ну я даже то есть чтение само по себе уже узурпировано мифом и в мифе читается эта литература понимаете я же не говорю там советской литературы или какая я просто хотел обратить внимание только на это есть ли у нас кантовский такой вопрос возможно ли сегодня аналитическая антропология русской литературы или она должна быть запрещена как кощунство мне несколько статей написали люди определенной ориентации которые считают что это нельзя делать что нельзя прикасаться нельзя исследовать нельзя ставить вопросы которые я задаю эти вопросы на полном серьезе это обсуждается это было то же самое как я первый раз случайным образом ДСП опубликовал буквально в конец вот уже перестройка начинается статью позитивную о НИЧе и сразу началась большая волна такая но она не могла подняться потому что уже Горбачев уже что-то сделал переломал что-то и уже трудно ее было поднять нельзя было говорить позитивно о НИЧе и вот когда мы сегодня сталкиваемся невольно с запретами которые иногда мы сами выставляем друг другу из этой советскости которую мы не замечаем потому что мы ее не редуцировали до конца понимаете вот это вот я хотел бы насчет моих моего моего драматизма связанных с тем что как я могу так сказать ставить эти вопросы связанные с такой антропологическим подходом потому что он явно обнажает поля и явно делает задачу не связанная с какими-то интенциональными устройствами моделями нравственными выборами которые как бы мы признали уже давно за этим мифом литературным но это общий такой ответ а дальше вот то что значит я сейчас смотрю Сергей Николаевич я хотел ему ответить Сергей Николаевич я думаю что у вас такой подход ко мне не очень удачный в общем-то даже можно сказать не получился не получился заход я понял куда но не получилось но не получилось знаете почему потому что конечно идет речь не о том что я перехожу в зону какого-то исследования реализма вы с одной стороны как бы меня жанровы хотели ну как-то ограничить мои возможности но я могу сказать что в чем вы правы вы правы в том что я претендую на истину вот в этом вы правы если вы истину будете считать как условием существования советского реализма то да я согласен но вы наверное вероятно это не считаете вот я считаю что я делаю по Гоголю и по Достоевскому да я считаю что я делаю не просто мнение а я через процедуры которые вы можете на моих глазах я могу их объяснять и вы можете их прочитать показываю почему это так действует в этой литературе когда я это показываю этой литературы уже не существует это не литературный памятник поэтому филологии я не имею никакого отношения вообще я занимаюсь только тем насколько литература может воспроизводить опыт который не смогла воспроизвести русская философия русская критическая мысль в течение многих веков потому что она наиболее близко была подставлена под власть и под манипуляции разного рода литература ну это знаете вот как институт философии да делился всегда в советское время на две преиспевающих два преиспевающих отдела один отдел естествознания а другой научного коммунизма ответ на это простой они все заливали призы они всегда получали больше премии и так далее одни которые вот за эту истину да где никакой идеологии одна инструментальная истина и другие за то что вообще никакой истины а есть только идеологическая истина и они жили в одном месте понимаете а я думаю что в принципе если не предвзято если контролируемо мы задаемся вопросом о такой вот рефлексии литературной в широком смысле то мы выходим на некоторые проблемы которые связаны с тем что в рамках того опыта который я сталкиваюсь европейском знании в частности там уже рара батая может быть и ранее можно наблюдать там ну Каюа Сергей Николаевич превосходный переводчик комментатор очень много сделавший для того чтобы мы лучше разбирались в европейской жизни европейской ментальности я хотел бы здесь сразу же заметить что даже у этих авторов идет речь как раз не о том о чем идет речь у Рикера где Рикер даже не пытается избежать своего аристотилизма а работает в рамках аристотельского подражания целиком и полностью поэтому он работает в определенном на мой взгляд жанре а я имею ввиду то о чем вообще в принципе всегда имеется ввиду когда говорят о биомиметизме и психомиметизме это те невольные условия при которых например существует чтение чтение не существует на том о чем думает Рикер что мы через понимание получаем какую-то информацию мы сначала получаем некоторую информацию которую мы можем биомиметически усвоить и первое нас отношение к любому тексту который мы скажем насколько там передано какое-то пространственное временное состояние которое нам подходит или не подходит насколько оно лживо или нет поэтому вопрос не заключается о том чтобы я вот понимал сначала а потом я уже вырабатывал какую-то свою меметическую позицию делал даже какие-то жесты там и так далее здесь невозможно это переставить но Рикер это переставляет потому что у него задача совсем другая а изучить отношение действия и понимание чем он всю жизнь занимался понимает а я в этом отношении отношусь к тем исследователям которые ближе может быть к Иоа там к Батаю и так далее которые занимаются первоначальными такими архаическими регрессиями при которых выступает метафизический опыт когда у человека сталкивается с ничто когда он сталкивается с болью когда он сталкивается состраданием даже с очень большим чрезмерным счастьем и так далее эта литература которую вот я выделил специально она она не нормализуется она не уравновешивает себя она ищет для себя перехода между совсем нет и совсем много между тем что вот как будто вот этого не хватает и это нужно чем-то компенсировать у Гоголя не хватает очень много чего и он компенсирует одним эта компенсация гиперболична она просто абсолютно чудовище и для этого литературного опыта который мы имеем ввиду в том числе Андрей Белый то же самое буквально это просто можно а вот когда вы сталкиваетесь с пародией вот речь шла о пародии да а когда вы сталкиваетесь с пародированием и я сразу приходит одесская так сказать школа вся там да ну можно как-то с ней по-разному работать дифференцированно более но она все равно относится к той другой литературы которую я выделил вот Булгаков это кто это же собственно классик это типичный классик с прозрачным языком который отстаивает эту прозрачную и в то же время он покрывает это мифологическим такой патокой там да разыгрывает какие-то сегодня честно говоря даже вульгарно смотрящиеся какие-то вещи еще в начале 60-х годов когда появляются впервые мы узнаем что Булгаков написал мастера Маргарита да а в то же время сегодня например я знаю что недалеко Булгаков ушел от Зоченко он просто более крупный более мастеровитый милитрист да более мощный милитрист то есть ну здесь трудно говорить здесь очень много таких проблем я просто говорю о том что я в данный момент понимаю поэтому конечно все это нужно обсуждать ну я не могу сказать что я могу на все тут ответить вот ну на все что я попадаю вот это разделение Олег Рансон сказал что это как бы обманка ну ну вот в том смысле в каком я говорю это не то что обманка а через с помощью разделения я двигаюсь к тому чтобы выделить одну определенную территорию знания для того чтобы ее специально противоставить другой а для чего это дело для того чтобы описать определенный литературный навык и две эти литературы как уже не литературы даже как способные к тому чтобы выделять какой-то для меня опыт который вообще-то передавался через это мы совсем и преемственно здесь не такая прямая через контролирующие инстанции литературной практики или литературной критики я не знаю насколько я как бы удачно это далее вот Елена Петровская затронула очень важную для меня абсолютно существенную тему потому что суть заключается в том что я ввел некоторые очень важные такие средства анализа которыми я вот сейчас работаю я не могу сказать что я до конца их проработал но они встречаются такой подход встречается поиски такой минимум миниморум наличия основных форм мысли с их очень высокой транзитивностью друг с другом то есть я исхожу из того что наличие тавтологии понятия концепта символа метафоры и знака в своих определенных связках как они вот вырисовываются особенно метафора символ концепт и тавтология являются универсальным средством для понимания литературного опыта ухватывания литературного опыта Андрей Белый делает такое замечание и показывает в работе мастерство Гоголя блистательно совершенно показывает совершенно не осознавая не отдавая себе отчет как гипербола переходит тавтологию у Гоголя блистательно вот это взаимосвязь такого транзитива когда писательское сознание авторское работает не через зафиксированные в какой-то полемике с рекером или там в сборнике метафора где все обсуждается метафор а в том как она работает в контексте вы можете спокойно это изучать как работают эти фигуры метафоры символа и концепты и тавтологии в этой поле транзитивности то есть они помогают друг друга они останавливают какие-то процессы и они удивляют так сказать автор вот концепт целая группа лингвистов я не могу сказать что сразу был знаком с этой группой но потом постепенно через Наталью Азарову я познакомил целую группу лингвистов и наконец с Юрием Сергеевичем Степановым нашим академиком недавно ну сейчас он уже ушел из жизни так сказать вот выдающимся человеком который по сути дела всю свою жизнь разрабатывал теорию концепта его теория концепта конечно лингвистическая теория отчасти отчасти семиотическая но суть ее заключается в том в который что я разделяю для меня очевидно что естественно научные знания и способ образования там понятий абсолютно отделяется от гуманитарного знания то то кантянское различие я бы снова ввел и снова ввел различие между двумя истинами которые существуют в рамках такой гуманитарной научности и естественно научной у нас школа московско-тартовского кружка которая попыталась еще удержать эту промежуточность и попыталась еще доказать что существует такая научность универсальная которая в общем-то подается универсальному переводу то есть можно если ты ведешь правильно гуманитарное исследование с помощью постепенного введения количественных методов перейти и в другие более замкнутые математические структуры там и так далее вот это такая оперативность операбельность семиотического знания она в общем очень сильно привесла в 60-х 70-х годах теперь на мой взгляд эта точка зрения как бы не может таким образом существовать поэтому Юрий Сергеевич вводит концепт как понятие для сферы гуманитарной практики если это непонятно то это связано с тем что мы появились множественные объекты которые существуют во времени концепт обслуживает объекты множественного типа умирающие во времени концепт это понятие любое понятие связано с временем развертывается во времени никакого понятия вы не найдете которое бы постоянно себя воспроизводило в качестве завершенного какой-то трансценденции но только может быть платоновские идеи допустим это что-то похоже на это а на самом-то деле оно существует во времени вот концептуальные все промежуточные вещи которые создаются у Юрия Сергеевича там в круге его идей там и так далее она связана как раз с открытостью концепта и то что концепт работает с подвижными разнообразными структурами если вы берете естественно научное образование понятия то там функциональность понятия является его ограничением вы не можете понятия допустим идеального газа применять абсолютно ко всем другим сферам существования в отличие в отличие например от концепта какого-то газа куда вы можете включить помимо допустим каких-то научных существований и явлений еще дополнительные какие-то метафоры которые опознают и так далее то есть концепт это расширяющие некоторую зону существования возможно близко к метафоре возможно к символу просто это никто этим пока еще не занимался этой транзитивностью моя точка зрения заключается в том что концепт используется именно в таком свободном временном ограничении то есть мы вводим ограничения на множественность соединяемых понятий не соединяемых каких-то качеств и эта множественность через какое-то время перестает существовать но концепт остается то есть потому что он абсолютно случай то есть абсолютно случайно в том смысле что вот мы закрепили какой-то образ сегодняшней любой ситуации можем закрепить даже сегодняшнее то что собрание как существует качество обсуждения там и так далее и возможно мы можем создать такого рода концепт поэтому концепты часто лингвистов совпадает вот с таким как они называют ну я не знаю более широкой лексикологией это ну например концепт берется концепт например голод или концепт счастья или то есть это не потому что концепт счастья это понятие счастья а концепт существующий в данный момент во времени через множество этих состояний через некоторое время придет другой человек и скажет концепт счастья вот такой час не такой какой у вас был да а вот такой другой вот это вот ну я не знаю тут нужно поскольку Лена просила я насколько мог вот попытался это объяснить поэтому для меня совершенно очевидно что вот эти формы мысли как их и называю они тяготеют к высказывательной практике бесспорно вот и в то же время они являются конечно частью риторического искусства часто писательского искусства то есть они конечно и мы должны учиться их как-то различать там и так далее но это в общем мои как вы вот и в основном тут таких замечаний я не знаю потому что здесь я записывал очень со многим я согласен вот я что-то я не нашел вот таких вот острых каких-то если есть какие-то сейчас прямые вопросы я постараюсь я хотел сказать что мы работаем почти три часа но еще есть много времени я думаю мы закончим как раз где-то минуты я думаю что было бы важно сказать что выход этой книги для тех кто знаком с творчеством Александровича много лет работает с ним вместе или как-то интересуется этими текстами крайне важно потому что здесь сомнены как раз теоретические подходы мы давали долгую давную трудную